Мур, привет друг, это Зверько. Недавно вышла Ван-Ван, а по-русски Ваван. Значит, пора сделать первый гайд на неё. Я точно знаю, что многие пропускают обзоры навыков на моём канале, отчего потом у них в игре возникает много вопросов по навыкам. Поэтому с подробного обзора и начнём. После релиза Вавану вы провели скорость бега на стандартной 240 для стрелков. И это хорошо. Пассивка. У Вавана есть две серьёзные особенности в сравнении с другими стрелками. Первая это прыжки после автоатаки. И вторая это метки. Сначала про прыжки. Чем быстрее автоатака Ван-Ван, тем быстрее прыжок. Прыжок не учитывает скорость бега. Кроме того, можно атаковать воздух и перепрыгнуть препятствие. Но только тонкую стенку. Это свойство помогает Вавану перемещаться, как и ретель, спамя автоатакой, рано сильно догоняя или отступая от противника. Однако этот прыжок не заменяет вспышки, поскольку порой нет возможности атаковать в воздух, а навыки в КД. Вторая часть пассивки это метки. Первая атака навешивает метки, последующие их сбивают. Метки всегда располагаются так. Три перед Ван-Ван и одна за спиной противника. Сбивая метки, наносится дополнительный чистый урон. А если сбить их все, урон по цели увеличивается на 30%. Или ты можешь применить ульту, но о ней позже. Кстати, порой выгоднее добивать автоатакой, чем ультой. Например, танка. Первый навык. Ваван кидает три огненных снаряда перед собой. И эти снаряды возвращаются к ней же, нанося урон всем на своем пути. Попадая дважды по противнику, весят оглушение. Что интересно, их дальность возврата очень далека. Поэтому можно легко застанить группу противников. Кидаешь навык и отскакиваешь как можно дальше. Второй навык. Очень прост. Это очищение, которое наносит урон противникам. Как и любой навык, можно использовать для прыжка. Ульта. А вот с ультой все не так просто. Для начала тебе нужно сбить все метки с противника. После чего в него можно ультануть. Паван подпрыгивает, правда только визуально, препятствие не перелетает. И начинает обстреливать противника. Количество выстрелов зависит также от скорострельности. А во время действия ульты, ван-ван неуязвима вообще. Если ультой она убивает противника, то переключается на другого и атакует еще немного. Вдобавок получает ускорение для автоатаки на короткое время. Но не все так шоколадно. Из минусов. Ульта не критует и не наносит статусы. А жаль, так бы танки разваливались от жрута, а убийцы от критов. Итак, из эмблем хорошо подходят эмблемы стрелка с третьим перком. Но мне больше понравилось. С непопулярным первым перком на увеличение показателей снаряжения. Дополнительный навык на любителя. Спринт, но не очень нужен. Очищение оно и так есть. Остается возмездие, вдохновение и вспышка. Вспышка мне нужна, чтобы увернуться от какого-либо навыка. Например, летящего в ульте линга. А ты выбирай, что хочешь. Сборка. Поначалу я думал запилить в гайд сборку на максимальную скорострельность. Потому что это весело. Но очень много поступило вопросов на играбельную. И вот мой вариант. Сапоги спешки. Наша стартовая скорострельность. Меч охотника на демонов. Нужен для скорости и гнобления танков. По желанию можно заменить на ветер природы, чтобы иметь короткую неуязвимость. А тонкой ван-ван это очень нужно. Багровый призрак и коса коррозии дадут тот минимум скорострельности, при котором мы можем убегать от героев и преследовать их, сохраняя дистанцию. Почему не говорящий с ветром? Потому что он не дает физического урона и исцеления. А вот косу коррозии можно заменить на трезубец, на случай, если противник много исцеляется. Теперь. Ярость берсерка и клинок отчаяния. Это бустанет урон. Собрав все это, продаем тапки и покупаем то, что хочется. Да, перемещаться будем медленнее, но в бою передвигаемся по-прежнему быстро. Почему именно так? Если собрать на скорострельность 2.25, то стоя ван-ван реализует скорострельность полностью, но двигаясь. Съедается примерно 20 или 30 процентов скорострельности на анимацию прыжка. Поэтому я добавил урона вместо скорости стрельбы. Тактика. Чтобы реализовать простой прием с прыжком, упираешься в стенку, жмешь автоатаку, а потом нужное направление. Постепенно сможешь выскакивать с базы в любую сторону. Ван-ван, конечно, комфортнее ходить с прикрытием в виде бойца или танка с контролем, но можно перейти и на соло линию. По КД пользуйся первым навыком, стараясь как можно больше противников зацепить. На это есть две причины. Первая. Массовый стан после второго попадания. Вторая. Когда снаряды пролетают в первый путь, они навешивают метки. Когда они возвращаются, они сбивают самую сложную метку за спиной противника. Тебе остается вручную разбить три метки, которые перед тобой. Но не особо стремись реализовать ульту, поскольку пока прыгаешь вокруг противника, он может приблизиться и за комбинацию вынести в авана. Хотя, порой при дуэли ульта очень спасает. Особенность меток. Они висят очень долго на противнике, и пока они на нем светятся, противник даже в кустах продолжает быть видимым. Поэтому есть смысл проверять кусты первым навыком. Не экономь второй навык. Как только накинули контроль, применяй, поскольку комбинация врага, скорее всего, будет смертельна. Как я и говорил, лучше всего ультовать в дамагера. Он лишится возможности атаковать тебя, а урон будет получать. Если же ты ультанешь в танка, то его физическая защита будет срезать урон, а дополнительный дамаг от критов и охотника на демонов пропадут. Пока не ввели красный баф, можешь особо не гнаться за синим, поскольку с толком его удастся реализовать лишь в поздней игре. Итак, в групповом бою применяешь первый навык. Обстреливаешь противника на грани расстояние и ультуешь в особо опасных дамагеров. Так ты сможешь сделать сэвэйдж, если, конечно, в пати не будет особо одаренного кусаки, который всю игру только и занимался, что стелил фраги. Даже пятого намеренно добил. Ну а я, надеюсь, гайд поможет тебе освоить ван-ван. Подписывайся на канал, пиши комментарии и, конечно, ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!